друзья всем огромный привет на канале иришка из пензы я снимаю видео отзыв о косметике бытовой химии которая закончилась у меня за последнее время немного я припоздала со съемкой октябрьских пустых баночек прошла уже целая неделя ноября за этот период у меня кое-что успело закончится и я также данные косметические средства решила включить в этот видео обзор надеюсь ролик будет для вас интересным и полезным желаю всем приятного просмотра а начать я хочу с итогов своего уходового project пена которым принимал участие косметика срок годности у которой истекает в 2022 году за октябрь мне удалось закончить 4 продукта к счастью ничего я не отдала потому что в общем то все что осталось у меня в проекте мне подходит и я этим пользуюсь и в общем то пока еще ничего по истечении срока годности я не выбросила закончила я три геля для душа и один спрей для тела и в общем то в конце октября у меня три косметических средства осталось в этом проекте но за первую неделю я успела закончить еще один гель для душа и в общем то решила что я завершу проект сейчас покажу вам его общие результаты ну давайте начну с того что у меня в проекте осталось во первых это еще один гель для душа биоси с черной смородиной чуть больше половинки упаковки до 1 декабря у него срок годности в общем никаких сомнений что я его успею использовать у меня нет и второй продукт это крем для ног от seo в спа не очень приятный аромат какого-то особого воздействия на свою сухую кожу на стоп я от него не вижу поэтому рука к нему редко тянется если честно и я явно понимаю что до 9 декабря когда у него истечет срок годности я его использовать не успею поэтому общем то я решила это средство записать себе в поражение ну и давайте посмотрим общие результаты если вы мой постоянный зритель и изначально следите за этим проектом то вы может быть помните что я включала в этот проект 100 косметических средств в процессе добавила 10 продуктов но это либо были не средства подарены либо я что-то приобретала со сроком годности до 22 года и того значит в проекте у нас получилось что участвовал 110 косметических средств два средства я отдала поскольку они мне не подошли 7 выбросила так как не успела до использовать до окончания срока годности их и закончила 101 продукт но в общем то из 110 я не справилась только с девятью продуктами считаю что это хороший результат и проектом я этим довольна 23 год я решила как бы немножечко отдохнуть подобный проект не будет стартовать на моем канале но в дальнейшем возможно и не исключу я повторением подобных проектов на своем канале потому что очень они актуальны и хорошо помогают так скажем активно использовать косметические средства если у вас их также много в запасах как и у меня ну в общем пишите как всегда свое мнение по поводу итогов моего проекта мы перейдем а непосредственно к отзывам о косметике и начну как раз я вот со своих марафонцев так их назову со средств которые участвовали в project penny первое что хочу вам показать и о чем рассказать это гель для душа от марки бейлита линейка называлась lovely moments шоколадная глазурь 500 миллилитров был объем данной упаковки это белорусская косметика новогодний лимитка гель был шоколадно перламутрового цвета имел соответствующую названию отдушку очень вкусно сладко но не приторно воде аромат не трансформировался что только радует гель густой экономичный шикарным пенообразованием кожу не сушил его и как гель для душа использовала и как пену для ванны в общем-то одинаково хорошо он работал на всех фронтах еще один гель для душа у меня закончился это марка свобода лаванда и розмарин 430 миллилитров объем на данный момент это моя любимая душка у геля для душа настолько она вкусная настолько она классная какая-то такая даже дорогая я в свое время вот эту упаковку покупала всего за 60 рублей но поверьте мне ее содержимое стоит гораздо дороже ну и видимо компания прочла мои мысли и сейчас цены на эти гель для душа конечно зашкаливать но тем не менее я все равно буду повторять покупку хотя немножечко в другой упаковке сейчас гель выпускается ну потому что он реально классный такого приятного лавандового цвета был гелевой консистенции густой довольно таки экономичный и настолько он притягательным для меня оказалось что постоянно к нему тянулась рука им хотелось пользоваться и несмотря на свои большие запасы геля для душа я буду его обязательно повторять хорошо что они есть еще в продаже третий гель для душа очень близкий по своему направлению к шоколадной глазури от бейлиты это полмолив линейка gourmet spa шоколадный вуаль у него была кремовая консистенция вкуснейший просто аромат какао мне всегда хотелось в после душа с этим гелем выпить чашечку чая шоколадом гель густой экономичный хорошее пенообразование кожу не сушил такого кофейного цвета он то есть не прозрачный не белый кому-то может показаться слишком насыщенный слишком яркой слишком сладкой это от ушка и честно признаться я его сама очередовала с более легкими и свежими гелями для душа но все равно я считаю что это шикарный гель для душа компания полмолив очень постаралась когда его создавала и я рада что у меня был в использовании если вы любите такие сладкие гурманские отдушки в гелях для душа я от души его вам рекомендую еще один гель для душа и парный к нему спрей для тела и волос у меня закончились от компании и хорошо это летняя лимитка по моему позапрошлого года hello printems здесь ревень и черная смородина очень понравилась мне отдушка она такая приятная освежающая сладкая с такой легкой кислинкой замечательный вариант на лето но и в более холодное время года я им сюда с удовольствием пользовалась немного гели от и фраше мне кожу подсушивает но в общем-то спрейчика это все нивелировал густой очень экономичный гель отушка никоим образом не трансформировалась в воде что меня очень порадовало спрей также хорошо на моей коже раскрывался освежал увлажнял в общем я безумно довольна что в свое время эту лимитку приобретала и надеюсь что в дальнейшем у фраше появится столь же интересные качественные продукты в серии летних лимиток ну в общем то вот все что у меня закончилось в рамках проекта давайте посмотрим какие еще уходовые средства за телом у меня в этом месяце подошли к концу соль пена для ванн клубника и йогурт марки сенсотерапия 600 грамм объема этой упаковки а соль была мелкого помола розового цвета подушка по мне немного не химозная но в принципе пользоваться можно отвращение на не вызывала хотя этой соль пена пенообразование у нее конечно слабовато это больше все-таки соль чем пена немного подсушивала кожу могу сразу сказать что классический помол то есть более крупный у соли от этой марки мне нравится больше по воздействию на кожу они не сушат мне кожу но тем не менее напряжение с мышц эта соль снимала также хорошо именно эту я повторять не буду но вообще сенсотерапия это моя любимая марка соли рекомендую вам с не познакомиться если используете соль для ванн или там для ножных ванночек вот эта упаковка рассчитана на три применения в ванной но если использовать для ножных ванночек конечно ее хватит на более долгое время следующее что я хочу вам показать это дезодорант антиперспирант активы или эвитон от компании oriflame 150 миллилитров объем подушка не конфликтует с парфюмом высокой степени защиты есть небольшой нюанс под конец флакона начал оставлять на коже белый налет и образовать удушливое облако в процессе распыления но тем не менее не умаляет эту любовь мою к дезодорантам от oriflame они очень качественные и я постоянно их использую в своем уходе крем для рук у меня закончился от марселье питательный 75 миллилитров объем составе масло корритен сладкий миндаль и масло органового дерева крем очень густой экономичной с классной одушкой достаточно для своей консистенции быстро впитывался в кожу и прекрасно на нее воздействовал кожа была напитанная мягкая гладкая в общем-то это один из моих наилюбимейших кремов для рук если увижу еще в продаже обязательно будут повторять покупку при необходимости закончился у меня шампунь от марки даллас с кератином большой здесь был объем 500 грамм густая консистенция не прозрачный он был кремовый белый перламутровый одушка могу сказать что нейтральная напоминает немного профессиональные какие-то линейки по уходу за волосами в общем вот ну так пахнет в парикмахерских парикмахерских извините что могу сказать по поводу его качества среднестатистический шампунь хорошо промывал волосы не вызывал неприятностей на коже головы и что мне особенно в нем понравился не спутывал волосы то есть их можно было легко расчесать в общем-то и без бальзам или без масочки но которые конечно все равно для дополнительного ухода использовала стандартный шампунь неплохой не могу сказать что я буду там бегать в поисках чтобы повторно приобрести эту упаковочку я в подарок получала но в целом что познакомилась с маркой конкретный шампунь протестировала я довольна средства работающие закончилась у меня жидкое мыло от компании фаберлик из линейки бьюти кафе банановый мусс 500 миллилитров объем я его использовал как пену для ванн отдушка у него немного химозная на на мой вкус такой не совсем дозрелый банан напоминает пенообразование среднее если вы хотите много пены в ванной то нужно очень много этого мыло использовать но пена получается хорошая густая такая мягкая нежная кожа не сушит в общем то не знаю немножко двояки у меня впечатление от обновленной линейки бьюти кафе вроде бы по качеству и неплохо но вот с одушками обновленная линейка старый проигрывает очень я скучаю по вишенке по черной смородине от бьюти кафе фаберлик ну что же делать компания возвращать их не торопится свой ассортимент очень жаль и последнее что по уходу за телом у меня закончился это фито депилятор натуральные для области бикини и подмышек 100 миллилитров объем уже не первый раз я эту упаковочку показываю составе конечно лопаточка как всегда очень бюджетный крем но тем не менее хорошо справляется с поставленным перед ней перед ним задачей и не вызывает раздражение на коже я довольна и думаю что в общем то пока остановлю свой выбор именно на этом депиляторе еще я хотел бы рассказать вам свои впечатления о нескольких ароматах которые у меня закончились в этом месяце активно я разнашивал пробнички ознакомилась с новыми для себя марками и ароматами и готова поделиться с вами своими впечатлениями первое о чем хочу рассказать это туалетная вода от грессом к башар 2 миллилитра у меня пробничек был выпущен этот аромат был впервые еще в далеком 1959 году выходил он и в формате духов и в формате парфюмерной воды и в формате туалетной воды относится он группе мшистых древесных кожаных ароматов ну я наверное не буду перечислять ноты входящие в его состав я скажу что не моя эта история он очень сложный для моего восприятия очень тяжелый безмерно стойкий даже несмотря на то что это туалетная вода альдегиды есть в составе и не знаю да как бы может быть я еще не созрела для ароматов подобного плана ну в общем то несмотря то что пробника я добилась сделать мир было тяжело и конечно о покупке полноразмера речи не идет хотя я часто слышу что этот аромат у парфлюбителей есть в коллекциях и является одним из любимчиков безумно мне понравились ароматы от бренда 4711 aquacolonia это конечно история не стойкая но очень приятные и вкусные это одеколоны первый который я протестировала это белый персик и кориандр выпущен он был в 2017 году фужерный фруктовый здесь кориандр цитрус травы белый персик и зеленые нотки очень приятно как аромат ночную рубашку его использовала вкусненько так знаете вроде бы и сладенькой вместе с тем свежий аромат очень приятный кстати эти одеколоны довольно таки доступны по цене и может быть когда-нибудь вот так для того чтобы побаловаться дома в качестве домашнего аромата пижамного аромата я их и приобрету еще один одеколон от этой марки intense floral fields of irland 2 миллилитра у меня был объем пробника 2019 года аромат он цветочный здесь лимончик мандарин нас мантус жасмин мимоза цветок апельсина кедр сандал и экзотическая древесная нотка в базе тоже очень приятный безумно он мне понравился вот больше всех вот из трех колоний от этой марки который я в этом ролике покажу вот его мне очень очень хочется свою коллекцию но он еще раз повторюсь что бюджетен и может быть даже я себя побалую им в ближайшее время и еще один очень приятный одеколон но он потяжелее понасыщеннее так intense sunny seaside of zanzibar 2 миллилитра это я так поняла какая-то линейка есть одеколонов у этой марки посвященные разным странам это также аромат 2019 года фужерный восточный здесь арбуз бадьян кокос мускус плюмерия ваниль и ветивер и кедр в базе кокосик здесь отчетливо слышится и довольно таки таким насыщенным тяжелым аромат этот делает но вместе с тем я все равно с большим удовольствием использовала познакомилась я с одеколоном от тире меглер называется этот колон take me out заявлено что это туалетная вода но мне кажется он все-таки действительно одеколон потому что стойкость у него невелика аромат 2018 года он относится группе цветочных здесь лимон цветок апельсина и шиса в общем вот всего три нотки но довольно таки приятные мне кажется это такой аромат унисекс мужчине тоже будет неплохо сидеть на мой взгляд довольна что познакомилась с этим парфюмом но честно признаться приобрести полноразмерную версию не не захотелось был у меня пробничек арабского парфюма очень сложного для произношения для меня но я попробую сейчас воспроизвести его это парфюмерная вода арт-ал-за-фаран это марка а сам парфюм называется дар алхае фо вумен сказала очень красивый кстати флакон в арабском восточном стиле у этого аромата он на 2015 года восточный древесный здесь не так много нот лайм пачули ваниль сандал в сердце и в базе амбры мускус очень такой приятный женственный аромат он сладкий но не раздражающий не удушающий довольно таки бюджетный по цене 2 с небольшим тысяч за 100 миллилитров просят я видела его на сайте духи рф в общем в целом если вы любите такие восточные сладкие приятные не тяжелые ароматы ну в общем то вам сюда но как бы меня он на покупку полноразмера не вдохновил попробовала я парфюмерную воду от calvin klein obsession это аромат 1985 года выпуска ну я имею изначальная версия скорее всего мне конечно же пробничка от новодела это восточный пряный аромат богатая очень пирамида и вы знаете я когда его первый раз протестировала летом у меня даже какое-то небольшое отвращение вызвал настолько он не сложным и тяжелым показался но я его решила отставить до осени и вот сейчас на позднюю осень я с большим надо сказать удовольствием этот пробник до использовала не настолько чтобы покупать полный размер но очень довольна что смогла с этим парфюмерным творением познакомиться я не буду перечислять его богатую пирамиду могу сказать что мною он воспринимался как горький мед очень интересный аромат такой с характером и я думаю что как бы если вы интересуетесь парфюмерией и еще не знакомы с этим ароматом то для затеста он на мой скромный взгляд обязателен протестировала я два аромата от марки французской нишевой парфюмерии я слышала два варианта произношения как и мимо называют так и мимо бы если вы точно знаете как правильно пишите конечно первое что я протестировала это парфюмерная вода марфа аромат 2016 года относится группе цветочных древесно-мускусных когда я впервые нанесла этот аромат на себя я сначала подумала что ну нет наверное это не моя история но все-таки решила пробничек разносить и влюбилась очень классный аромат совершенно прекрасно подойдет для повседневной носки он такой уютный жару конечно я его не пробовала но вот на конец сентября октябрь он прекрасно подходил по своему настроению это аромат про сливочную туберозу вот очень много я слышала от парфюмерных блогеров это словосочетание вот познакомившись с марфой я наконец-то поняла что из себя эта нота представляет и хочу сказать что я с ней подружилась единственное как бы почему я сейчас не рассматриваю этот аромат к покупке он на мне на удивление не стоек то есть буквально там часа три и я его не слышу если у него шлейф я тоже не могу сказать потому что в общем то не получала никаких комментариев по его поводу от своего окружения в общем то аромат вкусный приятные повседневные очень нененосибельный но поскольку цена его при хорошем раскладе достигает 12000 а то и дороже ну я как бы пока не готова за него такие деньги заплатить то есть не настолько мне впечатлил и еще один аромат от этой марки называется он winter palace 2019 года аромат фужерный и зеленый здесь я отчетливо выделяю для себя ноту бобов тонко или тонко поправить им кто знает большая также богатая пирамида здесь и фрукты и ваниль и амбра и мускус и бальзамы различные виды чаев богатый очень пирамида аромат вкусный аромат очень приятный он носибельный для меня оказался также с кожей он довольно таки не стойкий но очень хорошо держится на волосах например то есть если я утром его на волосы наносила то даже вечером можно было его услышать приятный понравился но опять же на свою стоимость меня не впечатлил тем более сейчас у меня еще несколько есть ароматов для за тестом в чем-то когда я уже окончательное мнение по поводу всех составлю буду уже конечно определяться с покупкой вот именно таких дорогостоящих для меня ароматов ну что ж друзья мои наверное я на этом первую часть пустых баночек завершу у меня сейчас какие-то технические проблемы с телефоном снимаю я именно него возможно он уже как бы начал доживать свой век не могу смонтировать длинный ролик поэтому будет две части у пустых баночках во второй части я расскажу вам о том что у меня закончилось по уходу за полостью рта и лицом ну и в конце немного бытовой химии для тех кому это будет интересно но пока прощаюсь и до встречи во второй части